Давай! Звон мечей и мы зубами рвём десятки лет, звон мечей и мы зубами рвём веков десятки. С таким девизом ребята из исторического клуба «Цитадель» повернули время вспять и погрузили отдыхающих в Тимоховском парке видновчан в атмосферу Средневековья. Все те, кому это путешествие пришлось по нраву, могли стать членами клуба и ещё больше приобщиться к наиболее ярким страницам истории человечества. У нас функционирует пять секций. Это историческое фехтование, длинный меч, огненное шоу, сценический бой и сайберфайтинг. Возрастных ограничений для вступления в клуб нет, равно как и гендерных. Посмотрите, как лихо сражается эта хрупкая девушка полуторным мечом. Здрасте. Здрасте. Скажи, сколько занимаешься? Я занимаюсь уже четыре года. Первоначально, когда я пришла в «Цитадель», я, ну, мягко говоря, испугалась, потому что большие мужики, холодное оружие, огонь, ну, любого испугает. А теперь? А теперь я чувствую себя абсолютно спокойно, как рыба в воде, можно сказать. Этот бой был постановочным. Каждое движение в нём выверено. Сотни раз повторено на тренировке. Но есть в клубе бои и настоящий. Полный контакт. Скажи, пожалуйста, что это и сейчас здесь было такое за ледовое побоище? Это был бой на так называемых тямбрах, мягком оружии. В данном случае мы показывали бой в полный контакт. То есть разрешено даже кулаками, ногами, борьба. Ну, бывают разные правила, бывает без борьбы. В общем, достаточно интересное и, в принципе, безопасное действие. То есть, ну, защита, она позволяет не получить травм. У посетителей парка это театрализованное представление вызвало однозначную реакцию. Такие восторги. Просто я впервые была представлять у Мишенькова из лука. И мне даже что-то получилось. Это очень здорово. Я обязательно найду время и запишусь в данный клуб, чтобы что-то такое же делать наподобие. А что конкретно понравилось? Фехтование, спарринги. Это как бы спорт и в то же время необычно. Что тебе больше всего здесь понравилось сегодня? Стрельба из лука. А почему? Потому что я стрелял и чувствую себя как Робин Гуд. Я, к сожалению, не Робин Гуд, но под чутким руководством Алексея, инструктора по стрельбе из лука, я стремлюсь к этому высокому званию. Локоть прямой? Угу. Выстрел у меня получился не хуже, чем у благородных разбойников из Шервудского леса. И не беда, что стрела сломалась. Их в цитадели полные колчаны. История человечества – это не только череда сражений, это еще и культурный досуг. В клубе танцуют, например, ирландские танцы. Кроме того, представлены в нем и современные модные направления, такие как фаер-шоу. Представьте, что вместо лент в Настяных руках специальные плашки с открытым огнем. А если добавить сумерки, зрелище будет захватывающе. Начиналось это у нее как хобби, а переросло в профессию. Когда я пришла учиться в фаер-шоу, я в первый год занималась ежедневно по 2-3 часа, потому что мне это очень сильно нравилось. Но потом я стала тренером, и сейчас у нас занятия проходят как минимум 2 раза в неделю, часа по 2-3. Базируется клуб «Цитадель» в городе Видное. Приходите, занимайтесь. Илья Кремнев, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.